Сегодня опять говорим про цену биткоина, и если вы спрашиваете себя, Крис, где же ты сейчас? Я нахожусь на самом большом колесе обозрения в мире, и возникает вопрос, почему ты здесь делаешь видео? Что ж, вчера я говорил о том, что у меня плохие новости насчет биткоина. Люди смеялись надо мной, когда я говорил, что я думаю, что после того, как мы пробились через этот очень важный уровень на М-паттерне, я думаю, что мы уйдем ниже, и мы ушли ниже. И вопрос сейчас такой, какая следующая цель для биткоина? У меня есть очень срочное сообщение для всех, потому что люди сходят с ума сейчас. Они видели название вчера, видели цены, которые ушли ниже после того, как я выпустил видео, и сейчас думают, что это начало медвежьего рынка. Что ж, мы уже дошли до моей цели. И вопрос такой, уйдем ли мы еще ниже? Или это уже конец дампа после того, как мы дошли до моей цели? Об этом я сегодня и расскажу. Для начала мы находимся выше поддержки из этого нисходящего клина. Но самая важная вещь, про которую я хотел бы сейчас рассказать, на которой я хотел бы сфокусироваться, первое, это дневные свечи, которые выглядят не особо побычьей сейчас, особенно учитывая, что мы ниже ЕМ и Риббон. Но это не единственное. В такие времена, когда все относятся по медвежьей к биткоину, я хочу показать вам немного другую сторону. И поэтому я хочу показать вам другой график. Это у нас недельные свечи. Каждая свеча здесь представляет одну неделю. И перед тем, как продолжить и рассказать вам, где мы находимся прямо сейчас, в данный момент, я хочу показать вам этот прекрасный вид из самого большого колеса обозрения в мире. Просто с ума сойти. Мы поднимаемся выше и выше. И это исторический момент, потому что я думаю, что ни один ютубер в мире, по крайней мере в криптомире, никогда не делал видео наверху этого колеса. Ну да ладно, давайте поговорим про цену биткоина. Итак, вот что мы здесь видим, это очень важно. На недельных свечах мы еще не пробились через недельный тренд. Так что перед тем, как прийти к вам и сказать, что это медвежий рынок, мы должны пробиться через недельный Риббон. Перед тем, как я когда-либо скажу, что у нас медвежий рынок, я хочу увидеть, как недельные свечи на биткоине пробиваются через ЕМ и Риббон. И этого пока что не произошло. Это произойдет только в случае, если мы уйдем ниже 43 тысяч. Мы можем упустить фитиль сюда. Так что в итоге мы должны пробиться через уровень в 40 тысяч долларов. И если отдалить график, вы увидите, то что биткоин снова и снова ретестил этот уровень. А вот здесь и здесь мы всегда удерживали этот уровень, что означает бычий рынок. Конечно, вчера я говорил вам про медвежий настрой. И сейчас, когда все уже перешли на медвежью сторону, я хочу придать этому немного позитивных нот. Возможно, мы еще можем немного опуститься ниже, но мы должны удержать Риббон. И пока это происходит, я буду считать, что мы на бычьем рынке. Пока мы не пробиваемся через поддержку здесь, я ожидаю еще одного ретеста. Пусть это будет пара фитилей или типа того, потому что все-таки на месячных свечах у нас не самые бычьи новости. Все же, я ожидаю еще поднятия на недельных свечах, пока мы не пробиваемся ниже уровня в 40 тысяч. Это то, на что я смотрю сейчас, и если честно, буквально каждый сейчас спрашивает, что происходит с ВИПАД. Во вчерашнем видео я уже говорил об этом, и мы набрали на этом видео 120 тысяч просмотров. И это так же невероятно. Именно поэтому я и делаю эти видео каждый день. Неважно, где я нахожусь и что я делаю. Все, что я хочу от вас, это чтобы вы поставили лайки, оставили ваш фидбэк, поделились этим видео с друзьями. Возможно, в один день я буду заниматься скайдайвингом, и все равно буду делать для вас видео. Это важно, и все, что я от вас прошу, это поставить лайк. Итак, давайте все же вернемся к графикам. И да, так же я постил это еще вчера. О том, что 48% циркулирующего предложения ВИПАДа находится в стейкинге. Сейчас, скорее всего, мы достигли 50% или даже больше. Это означает, что люди, которые получили наши токены бесплатно, а как вы помните, мы раздали 60 тысяч долларов в токенах для нашего комьюнити, и эти люди не продают токены. Они стейкают их и выводят из циркулирующего предложения. Не только ради сумасшедших годовых, но также для того, чтобы получить в будущем бесплатные места в IDO, на нашей прямо сейчас работающей платформе. И вопрос сейчас такой, как выглядит цена ВИПАДа? Сейчас, когда буквально все падает. Давайте посмотрим, что с ВИПАД. ВИПАД у нас сходит с ума. ВИПАД растет. Пока у нас везде все красное, ВИПАД у нас борется за зеленых. И прорывается выше, пока буквально все падает. Только что мы пробились через этот восходящий треугольник наверх и подтвердили прорыв. Не хочу говорить, что это 100%, но по крайней мере выглядит все очень хорошо. Конечно, вам нужно изучать все самим и торговать на свой страх и риск. Но, как вы видите, цель из этого прорыва – 2 доллара 24 цента. В общем, пишите, что вы думаете, ребята. И если вы держите ВИПАД, спуститесь вниз и напишите об этом. Мне интересно узнать, сколько из вас держит наш токен. И мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипто. И да, кстати, сегодня у нас будет листинг на Битрекс. Еще один листинг и еще люди, которые прибудут к нам. Так что, если хотите, можете купить его там. Спасибо за просмотр. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипто. И как обычно, ребята, пока-пока. Продолжение следует...